Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня я предоставлю вашему вниманию 8 растений, которые практически невозможно изжить из своего сада. Не то, что они будут вас преследовать, но они вам не доставят никаких хлопот, потому что уход за ними будет просто такой лайт-вариант. Они сами себе растут, вы сами себе живете, иногда наслаждаетесь ими, иногда поливаете. То есть уход нерегулярный, но цветение и отдача очень большая. Итак, присмотревшись к цветникам, я еще в детстве поняла, что такое растение, как децентра, несмотря на то, что оно вроде бы красивое и нежные цветочки, похожие на сердечки, его еще называли и называют разбитое сердце. Сейчас появилось много сортов, которые невысокого роста, но вот сама по себе децентра растет в себе и растет. И уход за ней будет заключаться лишь в том, чтобы избавить в первые два года от сорняков, пока она не разрослась, а затем достаточно будет замульчировать вокруг, и на этом все. Ну, за сушливые годы она, конечно, будет вам очень благодарна. Если поливая что-то, вы польете и ее, и подкармливая что-то, вы немножко капните и ей, потому что она отзывается более пышным и более ярким цветением. Еще цветок детства у меня – это рудбекия рассеченная, которая и сейчас шествует по садам и огородам. Растение, которое неубиваемое. Можно посадить его где-то не то, чтобы на задворках, но на заднем плане. Оно будет служить великолепным ярким фоном. Вообще никакого ухода. Для меня в детстве казалось, что это вот такое же очевидное, как сосна или береза, потому что росла она всегда все мое сознательное детство. Уход ей вообще никакой не нужен. Даже если вы забудете полить, все равно утолщенные корневища в земле будут питать ее и помогать ей цвести бесконечно. Растение, которое понравится тем, у кого большая площадь, оно может служить отдельно стоящим элементом на вашем газоне, либо в цветнике – это бузульник. Я бы рекомендовала два вида бузульника. Это бузульник зубчатый, не вымерзает, не поражается. Хороший счет тем, его плюс, что засветает он в конце лета. Невыносимо бодрыми, насыщенно ярко-желтыми с оранжевым оттенком цветками, которые, кажется, что они подсвечены. Огромные листья с зубчатым краем, как вы уже поняли. Сорта тоже достаточно устойчивые. И сорта отличаются немножко тональностью вот этого желтого цвета и окраской листвы. Есть интересные сорта с насыщенно-бурочковой окраской, ну и с различными нюансами. Растет себе и растет. Снова же молодое растение мы пропололи два раза, а затем он занимается самоуничтожением под собой всех других растений, потому что под такими широкими листьями в тени никакой сорняк там не прорастет. И чем хорош бузульник, он может расти как на солнце, но там потребуется иногда поливать в очень сухие периоды, так и в полутине он будет вас радовать своим необычайно ярким цветением. Люпин многолетний может кому-то и не понравиться тем, что он будет, ну так, немножко назойлива шествовать, но люпин хорош тем, что зацветая в начале лета, если мы будем обрезать соцветия, он будет цветить до осени, и в сентябре еще красивыми синими, фиолетовыми соцветиями. Они длинные, они, к тому же еще это растение, и удобряет почву, потому что кубенечки содержат азотобактерии. Ну, не то чтобы удобряет, а вот способствует накоплению азота в прикорневой зоне. Растение не требует себе никакого излишнего внимания, ну и, конечно, будет предпочитать более солнечное местоположение. И один раз в сезон вы его польете, а затем можете про поливы и другой уход забыть. Ну и, конечно же, отзовется на уход, но и так он будет себя чувствовать вполне себе бодро. Вот боровинок, он здесь пестрый. И вполне себе устойчивый. И, как вы видите, вот он расползается сам по себе, заполняет пространство. Сорнякам там уже негде пробиться. Если кто-то пробился, то его легко можно и удалить. Заносное семечко какое-нибудь. Традиционный малый боровинок, он имеет зеленую окраску. И у некоторых ассоциация, что это какое-то кладбищенское растение. Ну, я считаю, не стоит делать крен в ту сторону, потому что цветочки, которые он несет нам с ранней весны, замечательно приободряют какой-то уголок сада. Конечно, за ним надо следить и ограничивать его рост. Есть еще боровинок большой, у которого уже гораздо крупнее цветочки. И тоже вообще никакого ухода. Вот вы посадили и просто мимо проходите, и любуетесь, и говорите ему спасибо, что ты есть. Из таких более современных растений, которые наполняют наши садовые центры, это вербейники. Вербейники большинства видов, они не составят труда в своем выращивании, потому что, особенно вербейник, например, точечный, он замечательно расползается. Можно обратить внимание еще на вербейник клетровидный. Очень интересное растение, более сдержанного роста. И если вы за ним слегка поухаживаете, то он, конечно, отзовется. Клетровидный образует красивые изогнутые соцветия длинные, которые похожи, будто бы целая семейка гусей. Вот они там куда-то засмотрелись. Посмотрите, такое растение. Обратите на него внимание. Неприхотливое, не поражается. И цветет очень-очень длительный период. По левую руку у меня бадан толстолистный. Ну, бадан – известное растение, и вообще никакого тоже ухода не требует. У меня он растет уже, наверное, лет 20, что-то отмирает. Когда-то я вспомню про него заготовлю на чай листья прошлогодние, вот такие вот пожухшие, особенно ценными считаются. То есть многие растения, не забывайте, что они достаточно полезные и несут в себе много хороших элементов, антиоксидантов. Вот уже практически готовый чай нарезали, попили, оздоровились и пошли снова любоваться и говорить спасибо, что ты есть. Восьмое растение, наверное, если я ничего не упустила, если даже лишнее скажу, то пусть вы меня простите. Для каких-то каменистых песчаных уголочков, может быть, каменистой горочки, альпийской горочки, либо контейнера, имитирующего мини-альпийскую растительность, это замечательное растение. Такие вот называют иногда песчаные розы. Но это молодила, которая образует розетки. Бывает различных сортов. И если посадить на скудную почву, то вот оно будет расти, и такое ощущение, что оно будет переползать куда-то, потому что образующиеся новые розеточки на туненьких таких побегах, они теряются, перекатываются, и снова растут и растут, и вечно они как будто бы молодые. И мы забываем, где мы его уже посадили. Ну и, наверное, на этом все, потому что много можно еще перечислять растений, которые неприхотливые, и уход за ними минимальный. Посадите у себя в саду такие растения. Если вы новичок, начните с таких растений, чтобы не отбить охоту заниматься цветоводствами с удовольствием. Удачи вам, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова